Следить за здоровьем нужно с детства. Родители малышей прекрасно об этом знают. Каждый из них пришел, чтобы воспользоваться услугами врачей-специалистов. Красный Яр – последняя остановка автопоезда «Забота». Доктора развернули площадки для осмотра в местном медпункте. Так, мамочка, вот так вот ровно-менько садитесь. Мальчика, садите прямо с другой, вот так вот. Состояние здоровья приходит проверять не только крохи, но и подростки. Костя Соловьев в свои 15 лет в хорошей физической форме. Каждое утро делает зарядку. В том, что никаких болезней нет, не сомневается. Но лучше перестраховаться. Я вроде здоровый, но вот приехал сюда, чтобы провериться. Ну, потому что бесплатно. Открой ротик, покажи зубки. Эту фразу Алине Цыганковой приходится произносить больше 50 раз в день. Она детский стоматолог. Проблемы у пациентов бывают всякие. Хотя девушка отмечает, что у городских детей состояние болости рта лучше, чем у сельской ребятни. Но это поправимо. Важно просто вовремя предупредить заболевание. Начинается уже контроль с самого первого зубика. Если уже начинаются разрушения, а они бывают и в два годика, и в три годика, тоже желательно начинать показываться и уже в дальнейшем вести контроль. На кушетке у врача маленькому Ярославу не очень нравится. Но мама рядом, с ней не так страшно. У Марины Михалевой двое детей. Вместе они уже прошли хирурга, невролога, ортопеда и стоматолога. Но это еще не все. Марина понимает, пока есть возможность, нужно обследоваться у всех специалистов. Иначе придется ехать в город. Мы как живем в деревне, и так вот врачей проходить это очень тяжело. Надо ехать в город, занимать очередь рано. И не все врачи бывают иногда. Поэтому вот они все здесь приехали и сразу можно всех пройти. За время своего тура врачи автопоезда «Забота» осмотрели более 700 маленьких пациентов. В этот раз первой остановкой медиков стало село Степное, последний Красный Яр. Ребятишек на месте принимали доктора разных специальностей, от педиатра до офтальмолога. Всю медицинскую помощь жители получили бесплатно. Елена Карпенко, Сергей Флоренцев, Телемикс.